Внимательно слушаем команду. Сетку не хватаем. Внимательно слушаем команду. Стоп. Понятно? Первый раунд. Боится с клуба Ахмад сразу же начинает поддавливать. Очень хорошо подготовил ногу. И хорошо закинул ноги здесь на треугольник Денис Назимов. Обрати внимание, он абсолютно как по учебнику вольной борьбы контролирует ноги оппонента. Разрывает этот захват. Боится с клуба Ахмад Рустам Махаури. Денис защищается от прохода в маунт. Болельщики включаются, поддерживают Рустама Махаури, который выходит на оперативный простор. Позиция гард. Денис прижимает соперника к себе. Бьет снизу. Затылку, напомню, бить нельзя. Но пару ударов именно туда и пришлись, по-моему. Удар головой в туловище. Это разрешено правилами. Сбить дыхание. Почему бы и нет? Хороший удар слева. Очень неожиданный. Освободил руку Рустама Махаури и нанес. Мне кажется, что в такой ситуации Денису выгоднее было бы прижать своего оппонента, чтобы рефери поднял в стойку. Ну что сейчас, в общем-то, и произошло. Денис Назимов добился того, чего хотел. Поединок продолжается в стойке. Но, кстати, Рустам Махаури показал, что у него с ударкой тоже полный порядок. Хай-кик он очень опасно пробил, спрятав его за рукой. Еще раз за шагом Махаури хай-кик наносит. Поджимает Рустам. Поджимает, поддавливает. А от Дениса Назимова требует борьбы. Требует прохода в ноги. Вот что правильно делает Рустам Махаури, это то, что он не бросается на соперника. Ни в коем случае старается свои атаки выверять максимально, дабы не попасться. Такое ощущение, он гипнотизирует своего оппонента, знаешь, как удав кролика. Колено в голову, в прыжке с разножкой. Тут же следует продолжение руками. Денис попытался перевести, ну, пытался пройти в корпус, да, для того, чтобы сократить дистанцию. Но Рустам Махаури очень четко все контролировал и хорошо чувствует соперника, посмотрите. Любое движение вперед от Дениса встречается соответствующе. Ох, как здорово! Рустам Махаури подловил соперника за одну ногу и так протащив немного по воздуху поверх на конвас. И обратите внимание, что Рустам Махаури чувствует уверенность в своих силах в стойке, поэтому не лезет в борьбу. Мне показалось, что Денис после нескольких прыжков Рустама решил ответить тем же. Тоже разбежался, прыгнул. Так и было. Но подскользнулся, а Рустам его очень грамотно подхватил, подцепил. И проводил немножко еще. Да, сопроводил. Дорожку дальнюю, да. Рустам продолжает поджимать. Хорошая двоечка попал, попал. Попадание было. Все там. А не видит ударов соперника. Все, теперь увидел. Не видел ударов соперника Денис, отворачивался в момент размены. Ну и, соответственно, туда ему, конечно, и прилетело. Еще раз смотрим на повторе. Это уже конечный момент. Конечно, если бы Магомед Лутенов не остановил поединок, то все, как было, закончится для Дениса очень плохим. Здесь в этом эпизоде была двойная опасность. Первая опасность. Денис все-таки побывал в нокдауне. Сам этого не заметил. Если бы реферей позволил добить, то могла бы быть очень тяжелая травма. Это первая. Вторая опасность в том, что вот он сейчас стал, начал апеллировать к своему углу, говорить о том, что все же нормально, почему остановили бой. На самом деле, это был нокдаун чистейший. Просто он проскочил очень быстро. Вот свой последний бой Чедра Емельяненко с Дэном Хендерсоном, когда был точно такой же нокаут, от которого он в процессе боя успел отойти. Нокаута помидор бежал боец Красного Угла, Рустам Махауни. Бойцовский клуб Ахмад, Чеченская Республика. Красивейший нокаут от Рустама Махауни. Друзья, ваши аплодисменты его, Санкт-Петербург. Друзья, сейчас посмотрим, как Роман Зимов в этом поединке очень опасно пробивал колено в прыжке. Он только чудо уберегал Дениса Назимова от тяжелого нокаута, который мог состояться значительно раньше. Вот мы видим, что Денис просто отворачивается от удара в сопернику. А вот прыжок, вот этот прыжок, который Вольник, естественно, прочитал как азбуку. И вот этот удар.